здравствуйте с вами овен мафиус программе проклятые вопросы проект журнал зима со мной сегодня александр глебович невзоров видный журналист и сейчас политически можно сказать беженец александр глебович вы считаете себя как-то в ссылке как вы опишите вашу сейчас нынешнее положение ну я не считаю себя в ссылке я считаю себя выбравшимся из концлагеря это немножечко другой статус и я могу сказать что для меня эта ситуация в общем оказалась необходимой сверх важным и бесконечно счастливым и вы стали гражданин украины я стал гражданином украины я пока пока удерживаю к сожалению гражданство россии хотя очень бы хотел от него избавиться а как этому относится украинские ваши друзья и к вам по-разному меня все равно украинцы не воспринимают как своего и никогда меня как своего не примут они понимают что да я очень ценный и важный союзник они видят качество моей работы но своим я никогда не стану я не обольщаюсь а русские сейчас как изменились ваши взаимоотношения с коллегами с друзьями с связи с вашей позиции с начала войны но вы знаете я не общаюсь ни с кем кто живет в россии и нет 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 просто я забыл их имена я забыл их фамилии я не интересуюсь и не и это все абсолютно понятно да потому что к сожалению война провела поразительную демаркационную линию мы узнали благодаря войне с каким дерьмом мы дружили и с каким дерьмом состояли в родстве в том числе поэтому для меня этих людей просто больше нет я надеюсь что никогда их не вспомню не увижу и а что касается тех кого вы называете русскими хотя я думаю чтобы не очень понимаете что означает этот термин а что касается тех иммигрантов то да тут отношения тут много отношений внезапных удивительные совершенно посылы от людей которым я всю свою жизнь относился подло глупо пренебрежительно недостаточно дружелюбно и эти люди оказались первыми кто мне помог самый тяжелый период скажем так самом начале иммиграции поэтому но вы знаете что сейчас русскую иммиграцию бывшую русскую а сейчас рвет на части и к сожалению согласия между ней больше нет никакого и наверное уже не будет а мне интересно и в чем вы думаете я могу заблуждаться в моем понятии что такое русский а я думаю что вы предполагаете что русские это некая этническая национальная или государственные нет это не национальная и не государственная это огромная секта и это иди русские это прежде всего идеология почему я говорю что симонян что соловьев что там все остальные люди которые этнически не имеют права вроде бы претендовать на это название почему они с моей точки зрения все абсолютно русские люди идеально эталонно русские люди именно потому что они полностью приняли идеологию доказав что русским делает идеология а не национальность это действительно как сектор который может вступить любой и любой может себя чувствовать в ней настоящим аумсинрикевцем или да совершенно верно или любым другим там не знаю холостом с копцом но по вашему определению алексей навальный является не русским человеком по вашей логике вы знаете я про алексея навального вообще говорить не хочу потому что алексей навальный находится в тюрьме и его пытают это безусловно сильнейший персонаж и мученик необыкновенно храбрый и с очень многими симпатичными мне чертами я отношусь к нему лично с большой симпатией но его так называемые политические взгляды меня всегда приводили и приводит в ужас не буду вот вместе как только мы заходим на эту зыбкую почву вы знаете у меня как у профессионального мерзавца свои кодексы чести да и вот мы никогда мы профессиональные мерзавцы мы никогда не обсуждаем тех кто находится в тюрьме под следствием в бегах кого преследуют и травят государства но все-таки они русские так как он не не член как-то культа россии он не русский человек ну вы знаете каждый кто уверен что у россии есть светлое и счастливое будущее это русский человек всякий кто убежден что концлагерь может стать комфортабельным что будет подаваться исключительно ароматизированный газ и что каждый кто направляется в печь может выбрать для себя температурный режим а проволоку колючую обязательно позолотят и хормируют вы знаете для меня это все равно русский человек и вы и вы и не разделяете такую надежду я так понял я вы думаете что это выжженное поле и уже как-то обратного пути нет поймите я ведь не политик я занимаюсь диагностикой и меня мобилизовала война именно в качестве диагност а совсем не в качестве я никогда политикой не интересовался не люблю ее и ею не занимаюсь я занимаюсь диагностикой к сожалению мне приходится диагностировать государственные организмы войны состояния на данный момент событий, явлений, персонажей и стран но это не делает меня политикой ну тогда мне очень интересно ваш диагноз на самый первый и ключевой наш проклятый вопрос это кто виноват в этой войне это лично Путин это вся кремлевская рать это вся Россия кто все-таки виноват в чем растут ноги этого этой войны безусловно вся Россия безусловно потому что это ее традиция это ее воплощающаяся циклично с неумолимостью непредсказуемой и страшной неумолимостью это ее история это ее суть это то, что мы видим на протяжении многих сотен лет потому что ведь когда мы сегодня да, спасибо интернету у нас есть этот микроскоп при помощи которого мы можем разглядывать события разглядывать лица и разглядывать преступления видеть их во всех подробностях но если бы у нас был интернет тогда, когда российская армия с эпалетоносными офицерами штурмовала и выжигала чеченские аулы мы бы увидели те же самые бучи везде мы бы увидели то же самое во всех колониях которые кровью, огнем, мечом подлой силой с позиции превосходства в мясе в количестве в рекрутских потенциалах были завоеваны и включены в состав империи мы бы увидели все то же самое мы понимаем что то, что нам продемонстрировала война в Украине это всего-навсего традиционно стандартно для России то есть Россия виновата целиком вы наверное видите стих Орлуши Андрея Орлова в 2014 году где он пишет я виноват потому что я русский вы разделяете такую позицию что это вы тоже виноваты потому что вы русский или вы отрицательны? ну по-первых я не русский а во-вторых я как-то не очень люблю поэзию к тому же все и не интересуюсь ею хотя сам Орлуша мне симпатичен и безусловно он выдающийся в своем ремесле человек но я глух к поэзии поэтому на меня все же не действует ну вопрос скорее о мысли что вы разделяете как-то эту позицию что все русские но и носят в котором вы не включаетесь в этом составе я понял но вы думаете что все все-таки это коллективную ответственность даже те которые были против Путина и как-то пытались сопротивляться потому что сейчас это очень живая тема среди эмиграции насколько даже те которые пытались выступать против все-таки носят какую-то ответственность ну понимаете у меня ничего общего с этой всей эмиграции нет потому что мы пронаблюдали то как те самые убийцы в Буче вдруг превратились в наших мальчиков те самые бомбежники мариупольских роддомов те самые выламыватели унитазов насильники и массовые убийцы стали теми кому собирают теплые носочки и как вы знаете это это камень в огород дождя это камень в огород очень многих это камень в огород тех кто желает сохранить сладкую слепоту потому что все эти либералы вся эта эмиграция по сути дела является той же самой ватой только сахарной а вы вы можно бы вы могли называть какой-то ярлык которым вы вам было комфортно ходить например вы либерал вы явно не либерал судя по вашим высказываниям а кто вы у меня вообще нет никаких политических взглядов и пристрастий я не имею на них права потому что любое пристрастие любое политическое сползание оно увы мешает чистоте анализа и точности диагноза я не могу себе этого позволить и в общем-то я никогда себя этим не обременял ну на самом деле эта мысль как-то совсем это тоже этот принцип наблюдается в ваших позициях потому что можно сказать что мягко говоря они изменились за последние 20 лет ну что значит изменились во-первых я переобулся это большое удовольствие переобуваться я не давал обета всю жизнь ходить в гнилых лаптях к тому же если человек не переобувается то это свидетельство того что у него нет средств приобрести какую-то новую обувь к тому же как вы знаете ноги растут и более того тот колоссальный опыт и те знания которые у меня есть можно было приобрести только находясь в гуще тех событий и оказываясь в гуще ты все равно автоматически был на одной или на другой стороне я вот например очень рад что я был на чеченской войне и сумел изучить механизм убогости российской армии я очень жалею что мне не удалось одновременно с этим быть и на стороне чеченцев потому что чеченцы для меня сейчас являются абсолютно неразгаданной загадкой я не могу понять как этот феноменально гордый народ народ живущий своими традициями историей прошлым отцами дедами причем реально вот они живут не на словах это не дины на палках как они могли простить россии все то что она все то как она их насиловала на протяжении нескольких столетий вот я пытаюсь понять что сегодня на самом деле думает и чувствует чечня и не могу этого понять потому что мне не хватает знаний но вы же понимаете да что для того чтобы обладать уникальными знаниями приобретать уникальный опыт действительно необходимо проходить круги ад ну вот вы например дорогой если бы вам пришлось участвовать в какой-нибудь тяжелой сложной боевой диверсионной операции вы бы с кем пошли вы пошли бы с восторженным романтическим новобранцем у которого вот идеально чистый послужной лист или вы пошли бы с прошедшим все круги ада опытным старым наемником который знает все и всех с кем к тому же поймите когда мне там что-то начинают говорить про мое прошлое я говорю да идите вы все нафиг я не просился к вам мне не нужно ваше разрешение для того чтобы драться за Украину мне не нужно вашего одобрения мне не нужно нафиг ваше доверие идите к дьяволу я делаю то что хочу и так как считаю нужным с вами оуэн матюс в программе проклятые вопросы борис гребенщиков настаивал что это проклятые вопросы но все-таки как-то наш совет друзей решил что это проклятые вопросы со мной в гостях сегодня Александр Глебович Невзоров который отрицает вы отрицаете что у вас была какая-то политическая позиция и вы говорите что как-то вы делаете что хотите и вы переобулись вы переобулись мне кажется что вы чтобы уточнить вы имеете ввиду что в 12 году вы поддерживали Путина а в 14 году уже были против аннексии Крыма это вы переобулись в этот момент или были другие перелоги я переобулся в тот момент когда я увидел поступки понимаете можно относиться неплохо к человеку и считать что он просто тихий городской сумасшедший а потом выясняется потом к вам звонят в двери выясняется что это ваш приятель которого вы считали просто безобидным идиотом наполненным нелепыми фантазиями что он маньяк педофил что обнаружены в подвале 18 детских трупов и следы ведут к нему все конечно вы меняете о нем свое мнение это после 12 года нет вы знаете конечно я доверяю только поступкам и только событиям и увидев что Украина оказалась способной на революцию на революцию на Майдан конечно не влюбиться в Украину я не мог я сейчас в общем постоянно одергиваю себя потому что избыточная излишняя любовь к Украине тоже может помешать где-то чистоте диагнозов ну и тоже избыточная любовь к России все-таки потому что вы упомянули Чечню я не знаю что вы видели Александр но я был у меня было 13 командировок в Чечне в Чечне 99-2000 год и с боевиками и с русской армией и с антимировцами и так далее я не сомневался в ужасе и чудовищных масштабах насилия и зла которые способны нанести военные силы РФ вы тоже там были вы снимали фильм но при этом как-то Чечня не помешала вам продолжать поддерживать Путина в том числе до 2012 года включительно ну что нет ну я просто вопрос что вы видели в Украине что вы не видели в Чечне что 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 служило тот момент как это озарение в Чечне когда я был я не могу сказать что я двигал полками я не оперировал дивизиями я не менял расположение фронтов я был весьма в скромной роли журналиста который бегает под полей ну я тоже что что у меня были при этом за какие-то романтические представления не играет никакой роли абсолютно это полная фигня и это я ни на что ни на что не повлиял но приобрел исключительный опыт и исключительные знания которые собственно меня и делают мной сегодняшние нет но я все-таки не обвиняю вас Александр в том что вы как-то участвовали в Чеченской войне вы были там как наблюдатель как и я но я просто ловлю вас на слово вы сказали что вы увидели в 12-м году в 14-м году некие силы которые вы нашли впечатляющими в Украине но при этом суть моего вопроса это то что вы все-таки продолжали поддерживать Путина и даже после Чечни и суть вопроса это что что все-таки вы увидели в Украине что вы не увидели в Чечне как это по поводу способность путинского режима на насилие и хаос ну как вам сказать это были совершенно разные события и то что они очень похожи то что они сродственные стало понятно только сейчас тогда все то что вытворяла Россия в Чечне можно было воспринять как некий психоз страны как некую ответную жуткую меру потому что мы ведь знаем что чеченцы непреклонны чеченцы чрезвычайно опасны страстны и со своей стороны они сделали делали тоже все чтобы война была необычайно раскаленной и чтобы необычайно раскаленными были отношения но я еще раз повторяю то что если вы как бы хотите увидеть какую-то политическую составляющую то ее нет в моих словах и взглядах ну здесь кстати вы считаете что это уже как-то исторический вопрос он становится довольно важным когда мы пересматриваем это все период начала путинской путинской эпохи вы думаете что все-таки чеченцы взорвали взорвали дома в печатнике на коширке и так далее в 99 или это был ФСБ не их стиль 100% они какие угодно но они никогда не подлечают вот до какой-то откровенной мерзости если их не доведут на тот момент они не были доведены что касается домов на коширке вы знаете как только началась украинская война как только начались бомбежки роддомов как только начались удары ракетами по жилым кварталам все встало на место все стало понятно кто кто взорвал дома все стало понятно про то кто убивал политиков все стало понятно про всех это удивительный стиль путинизма ничего в принципе удивительного в нем нет он довольно стандартный для диктаторов такого типа но это диктатор у которого действительно были на тот момент колоссальные возможности часть этих возможностей осталась у него и сейчас но сомнений в том что все абсолютно преступное было сделано либо им либо с его согласия просто как стиль теперь уже нет никаких потому что мы видим мы видим до какой степени именно в Украине почему Украина нам всем открыла глаза разрезала тем кто пытался зажмуриваться она все равно делала эту кровавую прорезь и заставляла видеть это очень сильное главное ключевое событие вероятно и в вашей и в моей жизни для меня очень больших трудов стоит удерживать себя от эмоций по этому поводу потому что эмоции опять-таки могут существенно помешать Александр Глебович вы рассказывали на эхе в 15 году что вы экспериментировали с фашизмом вы можете объяснить как вы имели ввиду что вы когда-то были фашистами не обязательно быть не обязательно быть скажем так пробиркой чтобы участвовать в химических опытах но на тот момент да действительно все представляло интерес но как вы помните но тоже я не очень понимаю не очень понимаю претензий потому что никому в голову например не приходило в голову предъявлять претензии Гейзенбергу хотя он участвовал в свое время в гитлеровском проекте атомном но Гейзенберг это довольно большие претензии все таки именно из-за того что у него была такая связь с фашистским режимом нет тем не менее как-то у всех хватало ума понимать что основную ценность представляют не связи и не какое-то прошлое а знания и умения и никому в голову не приходило судить судить изобретателей прита Гайдера никому в голову не приходило совать под нос те письма которые он писал Гитлеру если помните о ком я говорю должны помнить Сталин нет Сталин ты при чем здесь Сталин Сталин просто довольно довольно я говорю про Шреддинг мы то есть видим на каждом шагу когда гораздо более серьезным вопросом очень интеллектуальные люди очень серьезные ошибались и предъявлять к ним претензии предельно глупо надо смотреть надо смотреть из ключа а то вы знаете вы в какую-то путинщину впадаете вот что все эти ваши беседы про какое-то прошлое про какое-то про какие-то взгляды вот точно так же Путин любит поговорить о том что вот Ленин 26-й год вот вхождение там какое-то Украина и не туда передали Крым живите здесь сейчас и смотрите по тому что человек делает сейчас всегда думайте что является его целью в настоящий момент всегда смотрите его результативность вот там у вас есть в кармане 100 фунтов или 100 евро нету в данный момент нету нету попросите у кого-нибудь не у кого не у кого а что я там найду на этой купюре а на этой купюре вы найдете понимание того что вам абсолютно пофигу у оператора той машины которая отпечатывала эту купюру какие у него были взгляды как звали его бабушку не текла ли у него периодически кровь из ушей и какую он какой сорт пудинга он любил вам важно иметь эту купюру важны знания важны те возможности которые дают там деньги знания и понимание поэтому вот эти все разговоры о каком-то прошлом мне давным-давно надоели и для меня являются в общем к сожалению не обижайтесь это не лично к вам я понимаю что вы под гипнозом всего этого либерального маразма но не обижайтесь я знаю что вы достойный и сильный и серьезный человек тем не менее я понимаю что вот эта любимая игрушка да любимая игрушка в виде моего прошлого она как-то вот больше забавляет чем то что я представляю собой в настоящем вы что ребята хотите чтобы я был на той стороне нету вы знаете это по поводу детских игрушек мои сыновья очень любили цитировать принцип короля льва что мир поворачивает сегодня новый день не помним про прошло но все таки как-то мы в ответе за своих слов и я в данном случае как-то вы как публичный человек как публицист журналист и так далее вы не политик я вас не в этом смысле но мне просто лично интересно понять как-то разобраться понятием это слово как-то экспериментировать с фашизмом потому что это была какая-то игра это была какая-то забава это было как-то идеологическое путешествие ваше это просто исторические моменты уточняю ну объясняю дело в том что тогда не совсем понятно было что это фашизм но это все было настолько камерных настолько лабораторных настолько только мелкопробирочных и безопасных. Другое дело, что мы видим сейчас, что, конечно, путинщина – это результат усилий огромного количества людей, и тех в том числе, кто относился к происходящему так же цинично и так же весело, как относился я. Конечно, все это надо было удавливать на первых порах, все это надо было уничтожать, а не смеяться над этим, и не делать дурацкие эксперименты. Как мы видим по лаборатории в Ухане, то, что начинаются пробирки, может, пробирки, может, распространяться по всему миру очень легко, и со смертельным исходом. Здесь… Бывает. Бывает. Ну, это нас все-таки возвращает к вопросу про ответственность. Вы поменялись в мнении, на что имеет право, естественно, каждый человек. Но вы думаете, что люди, которые забавлялись фашизмом, или участвовали в русской национальной идее, или были как-то рядом ходили, даже Алексей Навальный все-таки ходил на русский марш, это очень больный момент для него. Есть что-то, которое могли какие-то люди делать в России? Мы сейчас не про Украину, не про Запад, не про НАТО. Ну, если… Что в России могло бы это измениться, или кто мог бы что-то изменить в России, чтобы не было такой катастрофический исход, который мы наблюдали в прошлом феврале? Ну, в России, с моей точки зрения, все равно кардинально никогда ничего не изменишь. Что касается всякого прошлого, ну, вот, смотрите, да. Можно ли предъявлять человеку претензии за то, что он болел чумой? Ну, если он баловался пробирками, тогда он чем-то как-то виноват. Совершенно верно, да. Нет, он не виноват, потому что… Да и вообще вот эта вся путинщина, и вот эти все ковыряния в прошлом, смотрите на то, что я делаю сейчас. Вот если вы меня сможете уличить в неумелости и в непонимании, в незнании того, как ведут информационные войны, в халатности или в отсутствии должной точности, это будет другой разговор. Нет, ну, это как раз… Нет, ну, суть вопроса была не про вашу деятельность конкретно, а кто мог бы как-то повернуть Россию в другую сторону? Были какие-то силы или люди, которые вы можете как-то показать или думать, или предполагать, что… Как можно было Россию отвернуть от этого курса, который она сейчас приняла? Вы знаете, она нашла этот курс, и она нашла бы какого-нибудь другого воплотителя своих бредовых идей. Она больше ничего не умеет, она больше ничего не может. Это ее историческая роль, закрепленная за ней, любимая ее, растворенная во всей ее культуре, без исключения. Это действительно ее природа. Просто надо себе трезво это сказать. Это очень жестокий диагноз. Если вам не нравится диагноз, который я ставлю, который ставлю я, вы вполне можете обратиться к другому доктору. С вами Оуэн Маттьюз, у меня в гостях в программе «Проклятый вопрос» Александр Глебович Невзору. Давайте дойдем до второй проклятый вопрос. Что делать? Вы очень жестко выражались по поводу с крайне пессимистической прогнозом про будущее России. Но все-таки, если взять какие-то позитивные или какие-то более конструктивные предположения, что можно делать, чтобы изменить Россию и чтобы она стала другой страной, более-менее воинствующей, менее агрессивной и так далее. Что можно делать, чтобы это все изменить? Я думаю, что это абсолютно бессмысленный разговор. Гораздо больше интерес представляет вопрос о том, например, ключевой вопрос, который рвет и терзает как патриотов, так и либералов, это вопрос о том, самостоятельно ли помер СССР, или он погиб отравленный и заколотый кинжалами предателей. Почему нас это должно сейчас волновать? Потому что нам очень интересно разобраться в этом, поскольку та чудовищная наследственность, которую демонстрирует Россия, дает надежду, что, возможно, она носит в себе ту жуткую патологию, которая у контрапута ее. Я не вижу никакого выхода из положения и не верю в то, что Россия когда-то может быть другой страной, не представляющей опасность для и соседей, и для всего человечества. Это же, поймите, тут всего-навсего жесткий реализм и честность при постановке диагноза. Вы упомянули кинжалы в туркестанских аулах в 19 веке, но зато вы взяли Советский Союз как точка опора всего этого зла. Почему не брать Российскую империю, когда Россия вела себя как и все империи? Она там жестко завоевывала бельгийцы в Конго и так далее. Но и Бельгийцы, и Великобритания, Германия с опозданием все-таки подверглись каким-то политическим, общественно-политическим развитием, а Россия, как мы видим, нет. Все-таки это вести войну за территорию и таким образом как-то пытаться завоевывать какое-то уважение и власть это абсолютно идея 19 века, которая до сих пор живет как-то в одном отдельном как-то человеческом мозгу, точно в Путинском и как по вашей версии по всех где-то это сидит во сердцах всех русских. Но мне интересно насколько вы думаете это какое-то некое историческое проклятие, что Россия не может сдвинуться с точки. Все остальные далеко как-то поехали в другие направления, а Россия все еще в своем империализме. Это почему? С чем это связано? Понятие проклятия это не ко мне вопрос. Я не измеряю события и не... Вы же диагностика. Да, нет, совершенно верно. Но проклятие это нечто мистическое, то есть выходящее за пределы естественно научного опыта, а все эти методы естественно научные, они помогают там, существует политическая химия, когда мы сопоставляем различные реактивы, точно абсолютно знаю, каковой будет реакция, почему я с самого начала и первый, и раньше всех, и сильнее всех предрек войну, предрек, как она будет проходить, предрек страшный позор России и в любом случае в том или ином виде или в той или иной форме ее поражения и крах, и тогда я еще в феврале месяце сказал, что, ребят, вам скоро, кажется, придется подыскивать новое имя для страны, потому что слово Россия превратится в грязное ругательство. Ну, я начал с проклятым вопросом, что делать, давайте это уточним. Я не могу сказать, друзья мои, вот поймите, я берусь только за то, за что я берусь, и я силен только в том, в чем я силен. Возможно, есть некие гении, возможно, есть некие сверхопытные политики, которые могли бы навести в этом вопросе порядок. Конечно, необходимо внешнее управление, конечно, западное, конечно, если вы хотите сохранить это государство, эту структуру, я не понимаю, правда, зачем вы ее хотите сохранить, если вам это все дорого, важно и ценно, то, конечно, вам нужен настоящий профессиональный менеджмент, управленческий и государственный. Никаких других вариантов, кроме Рюриков, Варяги, у вас опять нету, ничего бы не было. Да, интересно, но это не то, что очень хорошо закончилось в предыдущий раз, когда, я не беру Рюриковича и Варяги, но просто в 90-е годы и Джеффри Сакс и все эти ребята из Гарварда, которые пытались как-то все руководить вместе с Гайдаром российскую экономику, и я прямо хорошо смотрел вашу прекрасную программу 60 секунд в этом периоде, и не то, что это все очень хорошо, внешняя управление закончилось в 90-е, мы будем считать, что будет лучше. Нет, не было внешней управления, вот если бы было внешнее управление, к сожалению, тогда было такое количество в управлении страной допущено русских, что любые профессиональные усилия западных специалистов, они заканчивались полным крахом, вы ведь посмотрите, вот это вот обожание Путина сегодня, подчеркнутое обожание, которое, да, в реальности есть в России, ведь оно же еще происходит из-за того, что те русские либералы, которые в 90-е годы держали власть, держали, кстати говоря, по-хамски держали кроваво, держали в высшей степени некорректно, не по-европейски, они же до такой степени испакостили либеральную идею, будем откровенны, вот все Собчаки, Галина Васильевна Старовойтова, вот они ухитрились привить отвращение к идеям либерализма, свободы, права огромному количеству людей, только потому, что они их воплощали, они были неплохими людьми, но они были настолько хамоваты и настолько непрофессиональны, все равно, вот, ну, поймите, для меня непрофессиональные занятия, вот для меня образец непрофессионала Путин, абсолютный дилетант, абсолютный дилетант, прежде всего, в политике, и мы видим, что человек не способен предсказывать последствия своих поступков, мы видим, что человек не умеет обращаться с информацией, мы видим, что человек позволяет себе в управлении страной в решении судеб людей руководствоваться бредовыми мифами трехсотлетней давности, это все непрофессионализм, ну слушайте, Александр, здесь вы сказали, что многие обожают Путина, я думаю, что ровно то же самое можно сказать про Германию 45-го года, когда большинство немцев действительно искренне поддерживали, как мы видим, по результатам трех голосований в начале его карьеры, он пришел через демократическим путем дав Гитлера к власти в 1933-м году, но все-таки когда после военной поражения мне можно сказать, что это вещественное доказательство, что все немцы идиоты, потому что они исправились, как вы сами говорите, судите нас по нашим поступкам, а не по нашему прошлому. Немцам как-то удалось выкарабкаться из этого чудовищного болота фашизма, в котором они находились, и ключевая мысль, которую они поддерживали. А почему тогда русские, вы думаете, не способны на то самое действие? Друг мой, спасти себя, исправить себя, что мои русские не могут. Хорошо, давайте я вам сейчас отвечу. Вспомните, пожалуйста, сколько было покушений на Адольфа Гитлера. два, мне кажется. 17. Вспомните, пожалуйста, сколько человек было осуждено за антигитлеровскую позицию в Германии, и сколько было расстреляно и уничтожено. 700 тысяч осуждено, и порядка 70 тысяч расстреляно. среди тех осужденных, мы тоже не знаем их судеб, они направились в концентрационные лагеря. И дальнейшее о многих неизвестно до сих пор. Поэтому давайте здесь не будем сравнивать. Мы видим совершенно разную потенцию и совершенно разную сопротивляемость фашизму. Фашизм есть всегда. Он присутствует постоянно в жизни любого страны, в любой стране, любого общества. Он всегда где-то рядом. Потому что, увы, это очень древняя, очень свойственная человеку привязанность. Увы, это то, к чему мы видим. Посмотрите и скажите мне, что древний Египет не был фашистским, абсолютно фашистским государством. Давайте посмотрим красивую Спарту с ее царями и с ее порядками. Давайте посмотрим, мы обнаружим фашизм везде. И Гитлеру просто не повезло. Если бы он родился на пять веков пораньше, то он в галерее водителей человечества имел бы вполне себе благопристойный прелеп, портрет, который висел бы рядом с какими другими людоедами типа Циньше Хуанди или Фридриха Великого. Поэтому это есть всегда. Эта мерзость в человеке есть, она присутствует и сделать возгонку этого фашизма очень легко и просто. Это элементарное действие. Но как раз умение управлять умение управлять заключается в том, чтобы не допустить этой возгонки. Вот. И последний вопрос, Александр Глебович. Я начал с вопросом как-то что делать. Давайте к этому уточним. Мне очень интересно, что вы можете лично делать. Это вас много народа слушает, уважает ваше мнение. У вас есть своя аудитория и влияние. что вы можете делать конкретно чтобы улучшить ситуацию, помочь Украине, помочь России, но возможностей вы уже исключаете. Что вы можете сейчас сделать для улучшения ситуации с войной? Ну я все что могу делаю. Для этого достаточно посмотреть мой телеграм-канал. Достаточно понять, что это миллионная аудитория. Наверное, самая большая среди всех антипутинских. Назовем их условно так, потому что я не занимаюсь антипутинизмом. мое дело диагноз, а не политика. Я никому и никогда не позволю себе указывать, как жить и что думать. Я только могу оценивать ситуацию. В данном случае мое дело это то участие в информационной войне, благодаря которой не остывает интерес и сочувствие к Украине. Потому что правда безусловно в данной ситуации правда на стороне Украины. Она просто автоматически на ее стороне, потому что она жертва. На нее набросились, ее насилуют, ее грабят, ее унижают и оккупируют. Она автоматически права, и она может позволить себе все, что угодно для своей защиты. И здесь не надо ничего изобретать и никаких допускать, скажем так, главное, не допускать никакой этой сраной геополитики. Потому что как только начинаются разговоры про вот знаете все не так однозначно, то начинаются и носочки для наших мальчиков. это все-таки диагноз без рецепта, без лечения. Или вы считаете, что это не ваш пенок? А дальше идите к доктору и он вам выпишет рецепт. А кто в этом метафоре доктор, кто выпишет рецепт? Ну, я таких пока не знаю, потому что, к сожалению, все... И Навальный? Нет, нет, нет. Думаю, я не хочу обсуждать Навального. Навальный сидит в тюрьме и не может быть критикуем или в какой-то степени задеет. Вот когда он выйдет, когда он будет в силах, когда он будет в прежней огромной популярности, вот тогда я смогу сказать, что я думаю о некоторых взглядах Навального. Не ранее того. До этого момента он такой вот священномученик. И давайте относиться к нему соответствующим образом. Что касается докторов, слушайте, ну, я вот одного доктора Лохматова у вас там видел в Англии. Зеленский? Нет, ну, Зеленский, Зеленский, он просто гомерическая фигура эпохи Троянской войны. Зеленский военный вождь Каманчи, Зеленский сказочный персонаж, которого судьба подарила Украине. Потому что никто другой не мог бы быть одновременно столь ярким, столь сильным, столь эффектным, эффектным в самом лучшем смысле этого слова Зеленский. Нет, мне очень нравится этот ваш косматенький Джонсон, которого вы зачем-то выперли из премьер. вот он с моей точки зрения вполне годится в докторах. Отлично. Александр Глебович, вы ожидаете вернуться в Россию в этой жизни? У меня ничего нет общего с Россией. Вы не ожидаете, что вы когда-нибудь вернетесь на вашу родину? Вы знаете, даже когда произойдет абсолютный переворот, он не будет означать ничего хорошего, когда трендовыми станут люто антивоенные, антипутинские настроения, это обязательно произойдет, потому что позор, утрата территории, военная фиаско, уголовники, разгром, конечно, вызовут, это автоматически будет, и все те люди, которые сегодня были яростными противниками Путина, войны, которые шли на очень большие решения, на очень серьезные риски, которые жертвовали всем, что у них было, я так аккуратно напомню, что, в общем, всем, что у меня было, я пожертвовал, ради того, чтобы иметь возможность говорить то, что я говорю, и так, как я говорю, а не плясать ни под чью дудку, ведь, вы же понимаете, меня тоже искусала взбесившаяся Россия, и искусала глубоко, и достаточно серьезно, и вот даже в ту пору, когда будут носить на руках всех, кто был противником войны, и когда будут звать, и когда будут снова безумно любить во, я не вернусь никогда, то есть, я заеду свести некоторые счеты, и поправить некоторые дела. отлично, спасибо вам огромное, со мной был в гостях Александр Глебович Невзоров, а в программе «Проклятые вопросы», проект журнал «Зима», до следующей встречи. Слава Украиня. Украине. Слава